привет зритель сейчас тебя ждет обзор очередной кухонной техники маленькая такая кухонная техника техника для кухни сейчас я коробочку со всех сторон покажу это мне шло из Иванова даже дошло в срок пришло вчера но вчера я физически не могла съездить ее забрать ибо была в гостях еще вот так ну в общем это очередная покупка из dns китфорд марка медленно варка к-т русскими буквами тире 206 если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию китфорд горячая линия с понедельника по пятницу с 9.30 до 5.30 по московскому времени или написать на e-mail мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам вот оно крышечка была внутри а наверху стояла бумажечка сейчас я это достану но человек который мне проверял содержимое положил по-другому тут в пакетике у нас крышечка вообще все счастье состоит из трех частей штука в которой греется горшочек то бишь кострюлька и крышечка медленоварка это русская печка у вас дома молоко топленое можно сделать кефирчик можно сделать много что можно сделать у нее всего лишь три режима я сначала думала внутри режима ну может это мало но довольно много все можно сделать на самом деле инструкция по применению очень хорошая крышечку я уберу пока обратно в пакетик дальше у нас вот такой вот пенопластик вот тут у нас инструкция по применению кит руководство наш слоган всегда то что-то новенькое отражает саму суть бренда ведь марка обладает позитивным любопытством у нее настоящий нюх на полезные новинки в ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями но тут много чего написано интересного руководство по эксплуатации вот тут также опять если у вас возникнут вопросы то сначала нам напишите содержание общее сведение комплектация устройства медленной варки подготовка к работе и использование рецепты устранение неполадок чистка обслуживания и хранения технические характеристики меры предосторожности другие товары китфорд и я кстати нашла ну правда с телефона какой-то сайт если будет интересно дайте знать коменты я вам постараюсь скинуть с телефона ссылку потому что у меня в принципе на телефоне этот сайт в закладках висит рецепты для мультиварки с функцией медленной варки вот именно там как раз такой раздел рецептов для медленной варки вплоть до можно делать хлебушек я вот думаю потом сделать хлебушек общее сведение в общем я при вас вот так вот полискаю комплектация думала сейчас рухнет а тут листовка даже с инстаграмом но эта бумажка она бы не распилась медленная варка одна штука съемная керамическая кастрюля одна штука стеклянная крышка одна штука руководство по эксплуатации одна штука гарантийный талон сама она на два с половиной литра но рабочая поверхность у нее два литра и можно ее заполнять только до выемки под крышку максимум ну и там на две трети на три четверти на одну треть при желании вот это я уже просто почитала я ознакомилась и как готовить если захотите такую штуку себе купить и захотите сделать кефир или ему подобное то надо будет делать на режиме подогрев тут короче три режима один хай другой лау короче один очень горячо а другой не совсем горячо или можно сказать один слишком горячо и быстро и другой не очень горячо и можно сказать чуть помедленнее и подогрев то есть если вы захотели допустим поесть но сейчас у меня охота она уже готова но советуется все таки убирать кастрюльку допустим в холодильник или что то из нее готово убирать уже в холодильник чтобы не стояло над душой может испортиться тут у нас советы по готовке молоко при готовке молочных каш или топленого молока нужно принять меры чтобы молоко не свернулось ведь первоначальный нагрев идет долго несколько часов и если в молоко попали молочнокислые бактерии они могут начать работать прежде чем высокая температура прервет их жизнедеятельность вообще очень хорошая инструкция вот на сайте почитала как заполнять кастрюлю прочее выбор медвиноварки мощность и объем ну и медвиноварка ее мощность зависит именно от объема чем меньше объем тем меньше мощность тем больше объем тем больше мощность и уже пошли рецепты геркулес на молоке кукурузная каша топленое молоко сгущенное молоко мне муж моей подруги говорил где-то полгода назад рецепты я думала приготовить но как-то не сложилось теперь у меня есть даже возможность приготовить прям и при желании можно будет как и раньше в прошлом году зимой я брала молоко у наших фермеров ну ввозят у нас тут фермеры к моим родственникам к дому думаю что можно снова вот брать у них молоко и вот именно молоко от фермеров на то же самое сгущенное салат из фасоли с луком можно даже приготовить это я удивилась что можно салат икра из запеченных овощей холодец фасолевый суп гороховый суп пюре с брынзой баварский обед печеный картофель в мундире плов индейка с кускусом по-африкански тушеная свинина жарко из говядины бараньи ребра с овощами на 2 кг ребер рассчитан рецепт нежная индейка и персиковый пирог это гарантийный талон и самое главное самое важное сейчас я пушу на пол внизу у нас такой же вот штучек это все в пакетике шнур вполне себе ну нормальный такой не за километр же будете ставить от розетки в общем вот такая вот штука советуется за ручки ее переносить исключительно пустой потому что она не предрасположена не рассчитана на то чтобы в нее там много всего набили а потом понесли куда-то это не чемодан вот и вот здесь вот это переключение сейчас она у нас на лов стоит выключить сейчас я достану эту кастрюльку керамическая черная кастрюлька ну и соответственно советуется также не ложить холодные вещи в теплую кастрюльку или наоборот горячая вещь в холодную кастрюльку потому что керамика может треснуть и все такое и у нас тут вообще по-моему она алюминиевая тут даже что-то написано и без кастрюльки она такая легонькая и медленно варка она как бы нагревает вот так одну треть допустим вот снизу ну по бокам и попку вот такая вот штучка вот так она с попки китфорд медленно варка мощность 160 ватт сделана для России в Китае значит китфорд это русская марка на самом деле если честно я не в курсе вот хотела погуглить эту марку кто это что это не знаю вот здесь так и должно быть вот этот гвоздик без попки или как ну по крайней мере он вот так вот есть наверное так и должно быть вот ну еще как бы советуется с прихваточками вот это счастье за ее ушки прихватывать потому что можете обжаться в общем всем спасибо за просмотр я очень старалась сделать качественный малоговорильный и по делу обзор если вам это понравилось напишите в комментах всем пока пока я